В работу поступила головка автомобиля Lano, 1-1,5 литра. Вот это типичные проблемы, которые возникают у этих автомобилей. Это показатель ее эксплуатации этого автомобиля, это показатель перегрева. Значит, трещина, обратите внимание, трещина от выпускного седла на выпускной коллектор и на водяную рубашку. Стало быть, водичка из водяной рубашки попадает в выпускной коллектор. Значит, по второму цилиндру трещина была между седел. Сейчас, в данный момент, эту трещину вырезали. Трещина была от свечи зажигания. Опять же, это все во втором цилиндре. Вот здесь еще остатки этой трещины есть, и нужно будет подбирать ее. Ну и теперь переходим к третьему цилиндру. Все те же болячки, которые были во втором цилиндре. Вот трещина в выпускной коллектор. Здесь была водичка в цилиндре. Значит, трещина между седел. И до конца еще ее не вырезали, ее нужно будет вырезать сейчас. И трещина, которая шла от свечки на водяную рубашку и на впускное седло. Вот от этой трещины, вот здесь еще остались следы. Вот здесь и вот здесь еще остались следы. Нужно будет это все подбирать. Выбирать корешок этой трещины. Ну, сейчас мы будем ее разделывать. Как она будет готова, я вам дальше все покажу. Это окончательная подготовка варки. В таком виде она пойдет в печку. Вот в таком виде. Очень много задают видео по ланосам. Вот я вам показываю типичные проблемы, которые в них возникают. Этих головок очень много, этих двигателей очень много в ремонте. Очень часто они доходят до такого состояния. Самый последний штрих перед тем, как отправить ее в печечку. Я всегда об этом указываю. Обработка ацетоном, растворителем именно хорошего качества. Для того, чтобы убрать влагу, для того, чтобы убрать извещенную металлю. Чем я пользуюсь для обработки, я вам покажу. Это растворитель, который применялся для определения трещин. Назывался Аверчек. Вот у меня остались несколько бутылочек этого растворителя. Выкинуть я его не могу, не поднимается рука. Очень хороший ацетон. Вот я этим занимаюсь. Ну а сейчас положим ее в печечку. Печечка у нас прогрета, подготовлена. Ложим в печку. Минут 40 головка греется. За это время мы уберем рабочее место, подготовимся к сварке. Половочка подогрелась. Достаем ее из печечки. Напоминаю, обязательно пробуем контор температуры. 138, 144, 120. Ну это разброс разных места. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй цилиндр мы полностью заварили и в такой же и последовательности мы варим третий цилиндр. Сначала варим трещину, которая идет в коллектор, после этого варим свечку со всеми вылегающими последствиями и варим шейку, перемычку между сердцами. В такой же и последовательности. Вот головочка готова, сейчас мы ее пропуем. Так, вот процесс варки закончен, мы отправляем ее в печку, она до завтрашнего дня будет остывать, а завтра будет фрезеровка предварительная и опрессовка. Опрессовка покажет, как мы ее заварили. Будьте здоровы!